В 1995 году на одной из моих передач «Русское лото» в качестве почетного гостя был приглашен Алексей Петрович Моресев, Герой Советского Союза, легендарный летчик, герой повести Бориса Полевого, который так и назывался «Повесть о настоящем человеке», который был известен в нашей стране как удивительный человек, который во время Отечественной войны, будучи летчиком-истребителем, был сбит, дотянул до нашей территории, потом в течение 18 суток лесом, во время жестоких морозов, добирался до своих, добрался, у него были ампутированы обе ноги, он, преодолевая все усилия и препоны, вернулся в армию, летал, сбил 11 немецких самолетов, короче говоря, живая легенда. Я чрезвычайно волновался перед встречей с этим человеком, когда он появился в сопровождении очень интересной женщины, я увидел, что он волнуется не меньше моего, человек был просто трепетный. Я старался всячески успокоить и себя, и его, мы долго разговаривали, я не задавал никаких вопросов, связанных с «Повестью о настоящем человеке», понимал, что это как-то неловко. Постепенно он оттаял, мы разговаривали, и я понял, что какое-то доверие я у Алексея Петровича завоевал. Передача прошла очень хорошо, он был обаятелен и достаточно свободен, и после передачи и вовсе мы подружились. Когда я его провожал, я все-таки не выдержал и спросил, вот, о «Повести о настоящем человеке», а как вы относитесь к этому литературному произведению? Я уж не стал спрашивать про оперу, которая была написана по этому литературному произведению, и шла в Большом театре, и была, по-моему, каким-то все-таки нелепым музыкальным произведением. Алексей Петрович сказал, что «А, там все неправда», и как-то так махнул рукой, и сказал, что как-то не очень был доволен о том, что о нем написали, и это было настолько искреннее, и я понял, что он человек очень живой, очень трепетный, очень скромный, который испытывает чрезвычайное неудобство, когда ему уделяют много внимания. Я себе даже представить не мог, его в зале Большого театра, когда он мог бы присутствовать на спектакле, а он наверняка присутствовал, когда, значит, я, как сейчас помню, эту арию пел солист Большого театра Кипкала, что он полз и пел, там, я ползу, ползу, я иду, иду, с ноги на ноги переваливаюсь, или там сцена медицинских врачей и сестер, которые пели «Отрезать мересь его ноги». Это все как-то ужасно было. Прошло много лет, достаточно много. Наша встреча состоялась в 95-м году, и в 2001 году, 18 мая, должно было состояться празднование его 85-летия Мересева в театре российской армии. Там собрались и высокие чины нашей армии, и представители общественности, и концерт должен был вести мой давний знакомый Олег Марусев. Передача транслировалась по телевидению, и в тот день Алексей Петрович перед концертом скончался. У него был инфаркт. И этот концерт, этот праздник превратился в день памяти этого прекрасного человека. Я не удивился этому. Я вспомнил нашу встречу в 95-м году, и понял, что вот этого огромного и не очень, как бы это сказать, не очень деликатного внимания к себе, вот этого огромного зала, этих предстоящих рукоплесканий и речей, может быть, не всегда очень живых и искренних, а достаточно стандартных и уже устоявшихся по опыту. Он просто в ожидании этого вечера предстоящего, просто не выдержал. Вот такая повесть о настоящем человеке, которая сложилась у меня.